Хочу рассказать, как сделать декоративную мойку своими собственными руками. В первую очередь я поставил вертикальный столб, расположил его так, как мне бы хотелось увидеть в интерьере. Вот эта сторона, которую я сейчас вижу, вот эта лицевая сторона, вот эта задняя сторона, эта, которая будет прилегать к стенке. Я ее сейчас ровно отпилю, прямо вертикально ровно сделаю себе, так сказать, базу. И мне надо выдолбить сердцевину, для того, чтобы потом подсоединить все подводку, слив и смеситель установить. Ну вот сейчас будем класть нашу столешницу. Это гранит термической обработки. Почему термическая обработка? Она не гладкая, не шлифованная поверхность. Мне вот нужно, чтобы она была натуральной, как будто его добыли только-только. Все, вот мы ее установили. И это просто, как говорится, вырезанный какой-то кусок, который можно найти в любом, кто занимается гранитом, рамором. У них периодически такие обрезки остаются. Сейчас сделаем что? Нарисуем контур, который нам хотелось бы создать. Ну вот я вот нарисую такой рваный. И сейчас буду выпиливать болгаркой. Чем камень не лопнул, сначала мы пройдем просто надрезкой, болгаркой создадим, и он уже по этому контуру будет ломаться спокойно. Вот, устанавливаем нашу раковину, ставим ее, как визуально, что она смотрела симпатично, ставим, делаем разметку под слив. Мы установили нашу раковину, она зафиксирована уже к столешнице. Такая ситуация произошла, что смесители не всегда хватает по высоте. Вот можно продемонстрировать, вот его основная стандартная высота, что нам не позволяет. Есть переходники, все его вещи. Мы нашли опять вот такую вот тоже из камня деталь. Вот, выстрелили отверстие для того, чтобы нарастить смеситель. Мы получились, нарастили смеситель еще где-то на сантиметров 10. И уже наш смеситель по высоте реально стоит. Уже точно видно, что струя может полноценно попадать уже куда надо, водичка. Ну вот мы изготовили нашу раковину. Можем сказать, что вот из нескольких деталей, деревянная часть, столешница, раковины, смеситель, все вот в едином композиции сейчас это выглядит. Раковину можно сделать из разного вида материала. Это все зависит от вашей фантазии, от вашего желания, то, что у вас вот приходит вам на руку. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк. Если не согласны с тем, о чем здесь говорилось, дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!